Захар Пилипенко работает в Череповце уже более 10 лет. Он приехал в город вместе со своим отцом Владимиром Пилипенко, который стал тренировать череповецкую команду. Далее он также был тренером в штабе Александра Перепелкина. Кроме того, Захар несколько сезонов работал с молодежной командой и занимал с ней призовые места в первой лиге. А в прошлом сезоне выиграл чемпионат высшей лиги А. Череповецкая молодежка осталась в третьем по стиле дивизионе российского волейбола. А вот главный тренер пошел на повышение. Очень было приятно за оказанное доверие стороны руководства клуба. И волнительно, естественно, и непосредственно, что это большая ответственность для команды, для клуба в частности, возглавить первую команду. Захар Владимирович сразу же включился в работу. Сейчас идет активное формирование состава. Команда изменится существенно, так как ее покинули несколько лидеров. Это капитан Виктория Глажевско-Горова и все три центральные блокирующие Мария Воногова, Алевтина Немцева и Наталья Шершакова. Причем они перешли в команды Суперлиги. Вместе с тренером из молодежной команды в главную перейдут четыре волейболистки. Остаются в клубе и главная ударная сила в атаке. Ольга Шукайло и Ирина Мартынова. Подросли до нужного уровня две череповецкие пасующие, Екатерина Новикова и Алина Подскальная. Обе игроки молодежной сборной. Будут и новички, способные компенсировать потери. Задачи, скажем так, ставят нам в октябре. Пытались сохранить, конечно же, костяк. Северянки непосредственно основной старый состав, да. Но немножко это не получилось. Скажется ли это на качестве игры, я думаю, да нет. Будем готовиться, также настраиваться на призовые места. Сейчас в волейболистке будут отдыхать, а тренерскому штабу предстоит составлять план подготовки к сезону. Из отпуска команда выйдет 18 июля. Первый сбор пройдет череповце. В августе Северянка планирует тренироваться в Алуште. Дебютный в качестве главного тренера для Захара Пилипенко чемпионат России стартует в октябре. Владимир Сентябрев, Дмитрий Махов. Новости.